Субтитры делал DimaTorzok После преодоления стены, пролома в стене, преодоление разрушенной лестницы. Далее, преодоление деревянной стены. Ты прыгнуть, можно с разбегу, можно без разбега, можно перенести участника, члена команды, товарища по команде. Для них. Сейчас у своих снимите. Нет шапки снимайте. Какие вы счастливые. На полосе предъявлено предстоит преодолеть 13 объектов. Самые первые из них. Это палатка с химической защитой. Молодцы! Давай, меня! Давай, давай! Ай, отлично! Молодцы! Молодцы! Шапокап! Сыгрыш, сыгрыш! За проездом. Сегодня на нашем полигоне представители средств массовой информации выполняли упражнения из автомата Калашникова. И создалось впечатление, что люди все-таки не в первый раз в ноги из них, вернее, взяли оружие в руки и уверенно поражали цели. Есть, конечно, люди, которые вызывали, мягко говоря, улыбку своими умениями, таким приходилось помогать. Ну и есть те, кто вызывают неподдельное уважение, что человек действительно правильно обращается с оружием, несмотря на то, что это не его рабочий инструмент. Цель проведения мероприятий определяю, конечно, не я, но я считаю, что такие мероприятия нам нужны. Как военным, так и представителям средств массовой информации. По той причине, что представители СМИ очень часто пишут, либо снимают какие-либо сюжеты, не представляя реальной обстановки в армии, не представляя того, как проходит служба наших военнослужащих. А побывав, как говорится, в шкуре солдат, офицеров, даже такое короткое время, испытав на себе те нагрузки и прочие факторы, какие воздействуют на личный состав, я думаю, представители средств массовой информации будут более объективны в своих репортажах, статьях. Военная журналистика в Казахстане нужна, так как армия все-таки это часть нашего казахстанского общества, и есть журналисты, которые специализируются там, ну, на освещении различных областей жизни общества, то военные обязательно нужны. Я насколько знаю, что сейчас специально военных журналистов в гражданских средствах массовой информации очень мало, мало кто специализируется на этой тематике. Сейчас только что я впервые в жизни держала оружие в руках, этот знаменитый Калашников, про который все говорят, но такое впечатление не очень приятное. А вообще я спортсмен, и поэтому я согласилась принять участие вот в этом соревновании, наверное, да, просто проверить себя, получить эмоции, получить какую-то дозу какого-то небольшого адреналина, я не люблю много, а у нас военные любят его перебарщивать иногда. Но сегодня все было в меру, все было замечательно, и самое, наверное, что я хотела бы отметить, сегодня я себя почувствовала, несмотря на такую одежду, да, абсолютно такую брутальную, но я сегодня себя почувствовала женщиной, потому что постоянно на полосе препятствий я чувствовала рядом мужское плечо, мужские руки, меня постоянно куда-то подбрасывали, подкидывали, помогали, и вот это было очень приятно, было еще такое ощущение команды, мы вот здесь разбились по командам, и, конечно, это запомнит всю жизнь. Спасибо большое всем организаторам. Шибанская полета. Мужской базар по итогам игры, третий метод. Ой, как они сияют. На второе место, тельняшка, десантный берет. И, наконец, победитель сегодняшнего соревнования у нас команда «Алмата». Вперед! Субтитры подогнал «Симон»!